В адрес нашей телекомпании начали приходить письма с просьбой обратить внимание на трогательный зоопарк, расположившийся в Александровском парке. За последние недели уже несколько раз в различных социальных сетях появлялась довольно тревожная информация. Ненадлежащие условия, больные животные, сбежавшие бараны. Решили встретиться с автором одного из этих писем. Выяснила, что Анастасия в принципе против подобных зоопарков. В принципе трогательные зоопарки, контактные, как их называют в петициях, которые сейчас массово подписывают, это ненормально, аморально, жестоко, можно много слов произносить в отношении этого. Однако в данном зоопарке сама Анастасия ни разу не была. И о том, что там происходит, знают со слов единомышленников и из тех же социальных сетей. Встретились мы с зоозащитниками, которые посещали занимательный зоопарк с проверкой еще на стадии его строительства. На тот момент их возмутило, что животные соседствуют с разбросанным мусором и стройматериалами. Но тогда владельцы обещали все исправить. Через какой-то период времени жители города в интернете стали возмущены. Все обратились к нам в защитную группу. Каждый день скидывали фотографии то умирающего лебедя на глазах, то облысевшего страуса. То мы узнали недавно, совсем на днях, что вызывали пожарную машину, чтобы спасти енота, достать его с дерева. То есть он сбежал. Ну и до сих пор, как мы видим, также не появились бараны, которые сбежали тоже на днях. Их люди видели у глобуса. И дальше они пропали. То есть их нет до сих пор. На территорию зоопарка нас вежливо не пустили. Справедливости ради стоит отметить, что не только нас, но и обычных посетителей. Что не пускаете-то? Здравствуйте. Добрый день. Что, не работаете? Нет, по причине непогоды мы сегодня не работаем. Табличка о том, что мы извиняемся сегодня не работаем, сейчас будет. Скажите, пожалуйста, а мы с телевидения, к нам поступают каждый день письма по поводу того, в каком состоянии у вас животные находятся. А нельзя нам пройти внутрь и посмотреть, как обстоит дело? К сожалению, нет. Опять же, мы закрыты. И без разрешения директора я не имею права никого сказать. А каким образом можно с вашим директором связаться? Есть контактный телефон. С директором мы связались. Сегодня встретиться и выслушать точку зрения второй стороны нам, к сожалению, не удалось. Однако в комментариях нам не отказали. И в ближайшие дни мы надеемся получить интервью и наглядные подтверждения того, что животные чувствуют себя в стенах зоопарка комфортно. Кстати, некоторых его жителей мы все же увидели. Правда, через забор. Над вольерами в качестве защиты от дождя натянут полиэтилен. И на первый взгляд животные несчастными не выглядят. Но, повторюсь, так как мы не являемся ни зоологами, ни биологами, давать какую-то оценку их состояния мы не вправе.